Здравствуйте! Я Сергей Кизоркин и значит вы смотрите Самарские новости спорта. Баскетбольная Самара одержала уверенную первую победу в домашнем матче чемпионата Суперлиги. В гостях был Ижевский купол родники. За хозяев дебютировал воспитанник клуба Константин Кадыков. Он несколько лет играл за саратовский автодор. В родную команду Самара вернулся буквально накануне матча. Мы контролировали страну весь матч. Вся скамейка поиграла. Давно хотелось порадовать домашнюю публику. Как видите, вели спокойно всю игру. Нам попали много трехочковых бросков, что на самом деле для Самары тоже довольно удачные броски. Они сделали из дуги. Это были наши ошибки. Ставили на периметре бросающих игроков. И вначале мы чуть не были готовы к игре, к плотной. Первый раз главный тренер Самары выпустил новичка на паркет показать класс во втором периоде. Команда имела на тот момент солидное преимущество в 20 очков. Добыть его удалось еще в первом периоде, когда счет был 32-14. Дома еще не выигрывали, поэтому лед тронулся. Доволен первым периодом. А остальными периодами нет. Три периода сыграли только на запасе того, что в первом периоде сыграли. Вторую половину матча Самара играла в удовольствие. Поймала кураж и восхищала болельщиков эффектными попаданиями. Однако гости тоже не дремали и попытались сократить отставание в счете. Но ближе, чем на 10 очков, подобраться к Самаре не смогли. 90-80. Пятое в сезоне победа Волжан. И клуб уверенно прописался в группе лидеров чемпионата страны. Игра была сложная для нас. Первый тайм просто провалили. Затоптали нас. Команду. Тут игроки очень опытные. В принципе не справились с лидерами. Зажулина в первую очередь, Жуканенко и Корчанин. На первое место в Суперлиге после этого тура вышел Новосибирск. Иркут опустился на второе. Самара следующий матч проведет на выезде в Сургуте. Ее ждет университет Югра, который занимает седьмое место в турнирной таблице. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова